Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 20 сентября. И сегодняшняя ночь, к сожалению, не стала исключением. Вообще, тенденция идет очень плохая, на мой взгляд. В том плане, что еженошно до 20-30 дронов атакуют территорию Украины. Со стороны Российской Федерации это может свидетельствовать о том, что Россия получила, либо, скорее всего, получила новую партию дронов. Я не думаю, что они сегодня могут собирать их в таком количестве. Завод планируется запустить только в 2024 году. Хотя они там хотели ускориться до конца года. Как бы еще не было подспорья, вот тот шахет китайский, который был показан на выставке «Армия-2023», не появился в распоряжении Российской Федерации. Потому что, ну, вот такие вот обстрелы становятся, стали практически регулярными. Они редко когда пропускают ночь, чтобы не нанести удар шахетами. Редко ракетами, видимо, накапливают, а шахеты идут почти еженошно. Так вот, сегодня ночью противник применил ударные беспилотники типа шахет 136-131. Всего зафиксированы пуски нескольких групп ударных беспилотников. По предварительным данным, около 24 БПЛА было запущено по территории Украины с юго-восточного и северного направлений. В результате боевой работы 17 шахетов были уничтожены противовоздушной обороны Украины. По маршруту следования уничтожения осуществлялись в пределах, ну, с момента пересечения воздушной границы Украины. Я вам уже это объяснял, почему и как мы это делаем. Так вот, уничтожение дронов врага осуществлялись в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. К отражению удара были применены зенитно-ракетные войска, истребительная авиация воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп и сил обороны Украины и другие средства поражения. То есть, все, что можно было применить, мы применяем. Далее, к сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. В результате чего работа предприятия временно остановлена, там над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Этой ночью расисты атаковали шахедами нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, ну, вот это Жорджиев, Полтавская область. Вот, и, ну, пожар на данный момент практически удалось потушить. К настоящему времени, к моменту записи этого ролика, неизвестно, что пострадавших нет. Так что вот такая вот сегодня была неспокойная ночь, работали системы ПВО, и, кстати, у нас тоже тут в Киевской области работали. Но, тем не менее, они, видите, 7, получается, 7 шахедов примерно прорвались к своим целям. 24 выпущенных, 17 сбитых. Так, за прошедшие сутки ситуация выглядела следующим образом. Рашистская федерация атаковала Украину и применила 31 ударный беспилотник типа Шахет-136-131, из которых 28 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. От такого циничного удара пострадало мирное население, опять же, города Кривой Рог, Днепропетровской области. К сожалению, в результате таких террористических действий погибли и ранены, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и на юге нашей страны и в центре, я бы еще добавил. А также продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях. Сейчас ситуация на линии фронта выглядит следующим образом. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения на всей линии фронта. Враг нанес 9 ракетных ударов, 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам в ближайшей глубине от линии фронта. Авиационные удары были зафиксированы со стороны рашистских войск по населенным пунктам Черниговской инфраструктуры. Черниговской области, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под автиллерийским огнем за прошедшие сутки оказалось более 100 населенных пунктов в этих же самых областях. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Север» на Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском направлениях тоже, в принципе, обстановка остается без существенных изменений. Присутствуют войска прикрытия государственной границы со стороны Рашистской Федерации, пытаются Рашисты вести диверсионную деятельность в приграничных районах и наращивают плотность минно-взрывных заграждений, а также строят линию обороны в Белгородской области. Кстати, она, по идее, должна быть вторая, потому что они первую построили еще когда был рейд добровольческого русского корпуса в Белгородскую область. Далее линия фронта. Зона ответственности ОСГВ оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Здесь Кубенское и Лиманское направления не утихают бои. Противник пытается улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Успеха не имел. У Синьковки, Новоселовского и Новоегоровки продолжаются артиллерийские обстрелы. Но линия столкновения заметных изменений не имела. То есть, тут идут артиллерийские дуэли. В населенном пункте Крахмальная зашла диверсионно-разведовая группа Рашистов. Поработала в нашем расположении и отошла на свою территорию. Изменений в линии фронта не произошло. Но, будем так говорить, беды она нам наделала. К сожалению, нельзя расслабляться на переднем крае, даже если интенсивность боевых действий снижается. Вот такой вот негативный пример или жестокий урок получили мы в районе населенного пункта Крахмальная. На Бахмутском направлении, здесь же в зоне ответственности группы войск Хортица, тут силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Там же тоже успеха не имел. И, ну, окончательно, мы еще раз повторяем, что была освобождена Клещиевка. И враг продолжает попытки отбить как Клещиевку, так и Андреевку. И вот эти контратаки до сих пор продолжаются. Обычно 2-3 контратаки и враг успокаивается. Особенно все зависит от потерь. Никто с потерями не считается. А они продолжают контратаковать на Андреевку и Клещиевку. Успеха не имеют. Наши силы закрепляются на достигнутых рубежах. Сейчас очень важно выровнять фронт по железной дороге. Там огибает Андреевку и Клещиевку и Андреевку железная дорога. Вот по железной дороге важно выровнять фронт и закрепиться на достигнутых рубежах. В обратную сторону они уже через железку не перейдут. Но нам придется ее переходить, как только мы соберем силы для продолжения наступательных действий на этом оперативном направлении. Далее зона ответственности Таврия. У нас оперативно-стратегической группы войск. На тут Марьинское направление. Противник ввел безуспешные наступательные действия в самой Марьинке. За прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 попыток атаковать наши подразделения. Никакого успеха не имели. Противник каждый раз внес потери, откатывался на исходную позицию. И так 13 раз. На Авдеевском и Бридянском направлениях. Тут силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах. И тоже отбивая атаки противника, стараются наносить оккупантам максимальный урон в живой силе и технике врага. Мелитопольское направление. Ну вот здесь у нас, несмотря тут идут фактически, я бы сказал, здесь, вот здесь ситуация немного напоминает Бахмут в плане того, что тяни толкай. Тут на одном участке Мелитопольского направления мы стоим в жесткой обороне, отбиваем контратаки расшистам, на другом участке мы продвигаемся вперед. В частности, в районах Малой Токмачки, Работина и Новоданиловки, здесь противник пытается максимально атаковать наши позиции. На этом участке две, кроме того, что там было несколько полков мотострелковых, вот туда добавились две воздушно-десантные дивизии. 76-я и 7-я. Ну про 76-ю сейчас расскажу отдельно. И вот этими силами, двумя дивизиями, плюс полками, которые занимали там оборону на этом рубеже, они пытаются контратаковать с целью отбить Работину. Это их основная цель. Никаких успехов у них нет. Наша оборона очень здесь хорошо укреплена, уже успела укрепиться, мы закрепились. Наша артиллерия очень хорошо прорежает ряды наступающих врагов. И в этом отношении, для нас это даже, я бы так сказал, перемалывание рашистских войск, оно в принципе нас в этом плане устраивает. Чем больше мы положим там, тем надежнее будем удерживать фланг, тем больше шансов, что мы этот фланг немножко подвинем в плане расширения вклинения. Потому что вот все атаки за прошедшие сутки, даже генеральный штаб наш отмечает, что очень огромные потери, значительные потери в живой силе и технике врага. Бои продолжаются, то есть они продолжают атаковать, они гонят, кстати десант гонят в качестве пехоты на наши пулеметы. Вот примерно так это выглядит. У вербового идут очень ожесточенные столкновения, и здесь мы, западнее вербового, мы имеем тактический успех. То есть мы еще и продвигаемся вперед, продолжая оттеснять противника, при этом нанося ему максимально потери. Так что в общем можно сказать, что на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, несмотря на то, что вот видите, сегментируется фронт по участкам, на одном участке обороны, на другом наступление. Но тем не менее, мы потихонечку наше отклинение раздвигаем, расширяем, и я так понимаю, что в скором времени мы можем возобновить движение вперед в направлении Токмака. Здесь же надо отметить, что вооруженные силы Украины нанесли удар, это было в прошедшие сутки, был нанесен удар по штабу 7-й дивизии ВДВ под Херсоном. Ликвидировано большое количество офицеров, штабных офицеров и командиров 7-й дивизии. Это состоялось вчера, раненько утром, в утренние часы. Удар был нанесен, наша разведка разведала, где находится штаб, командный пункт 7-й дивизии. И там проводилась утренняя планерка, ежедневная утренняя планерка командиров, ну не знаю, я думаю, до отдельных батальонов привлекается. Как правило, совещания проводятся именно в таком формате, командиры частей и подразделений, и до отдельного батальона включительно. То есть все, что, все части, все командиры частей, входящих в состав дивизии. Вот это заседание было накрыто Хаймарсами. Рашистское командование тщательно скрывает этот инцидент. В Рашистской Федерации никто, ну ни слухом, ни духом, ну может быть там уже слухи поползли. Сейчас будем отслеживать, наша разведка, я думаю, в ближайшие дни скажет, какие там были потери, потому что тела будут эвакуировать, разбор завалов будет произведен. Ну и плюс поработает еще над списками погибших. А также будем отслеживать некрологи, которые появятся на территории РФ, связанные с командованием 7-й воздушно-десантной дивизии. Далее у нас с вами остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это Таврийское направление, река Днепр. Тут силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают логистику противника на всю дальность достигаемости наших огневых средств. Вчера, прошедшие сутки, было уничтожено ДРГ противника, которая пыталась, видимо, пыталась где-то высадиться на островах. Но наша разведка их заметила передвижение катеров. И катера были потоплены вместе с личным составом. Катера были потоплены. Это спецназ России, это силы специальных операций РФИ. Они шли, видимо, для выполнения какой-то спецоперации, но были ликвидированы нашими дронами, FVP-дронами, нашими аэроударными подразделениями. Там продолжается, кстати, противостояние. Идут, ну я вам же говорил, американский институт изучения войны говорит, что там идут очень активные боевые столкновения на островах. И есть даже территории, на которые расисты боятся заходить. Это на левом берегу Днепра. Ну и наш главком, генерал Залужный, посетил оперативно-стратегическую группу, командование оперативно-стратегической группы войск Одесса. Вместе с начальником генерального штаба они провели там совещание с руководством группы войск Одесса и с командирами частей, которые входят в состав этой группы войск. Заслушали обстановку, ну я так понимаю, что посмотрели на общее положение дел. Но обычно такие визиты просто так не бывают. Так что ждем, ждем от нашего главкома очередных сюрпризов, хороших сюрпризов в плане организации и ведения боевых действий. Два слова скажем об оккупированных территориях. Так, тут у нас расистские оккупанты ищут способы и средства, как защититься от нашего карающего меча. Придумали, если раньше они просто селились в гражданских домах, то теперь они подселяются и выгоняли хозяев из дому. То теперь они поменяли тактику и ищут в основном пожилых людей, которые не могут уехать с оккупированных территорий, некуда им допустим ехать. Вот они остались там. Так вот они подселяются. Раньше они их выгоняли на улицу, теперь они подселяются в дома к нашим гражданам. Гражданам, особенно используют стариков, которые не могут оказать сопротивление, в надежде на то, что если там есть наши граждане, особенно пенсионеры, то туда не прилетит наш снаряд. Видите, как они четко знают. А потом пытаются нас обвинять, что мы наносим удары по людным местам. Мы даже в такие дома не стреляем, где есть наши граждане. Даже несмотря на то, что там находятся расисты. Так что вот такая вот плюс начался грабеж. Опять новая волна грабежа, квартир и домов граждан обносят. Все, что можно было обнести, обносят. Кстати, начался беспредел, надо отметить, и в Запорожской области, и в Херсонской области. На оккупированных территориях там какая-то новая волна мародерства. С чем она связана, трудно сказать. Может они чувствуют, что оборона может не выдержать. Вот-вот может обвалиться. Такие предположения высказывают и наши аналитики, и западные. И действительно, судя по потерям, они в таком темпе рашистские войска вряд ли смогут выдержать. Введение обороны даже на хорошо оборудованных рубежах, которые мы, кстати, преодолеваем с трудом, но все равно преодолеваем. Так вот, пошла новая волна мародерства и грабежа. И к этой волне, как я вам вчера говорил, подключились кадыровцы. Кадыровцы начали грабить рашистских солдат. Рашистские солдат относят дома и квартиры, выносят все, что оттуда можно. Плюс там разбоем, в принципе, по большому счету, разбоем занимаются. А кадыровцы начали грабить рашистских солдат. То есть, по принципу, граб награбленный. Вот по такому. Потому как, видимо, сами они уже не успевают и понимают, что уже там ходить по квартирам нет смысла, все уже ограблено и вынесено. Так вот, теперь они наскоками нападают на блокпосты, кстати. И там все, что приныкали москалоки для вывоза себе домой, кадыровцы у них отбирают. Вот такая вот у них там круговорот на мародериного имущества внутри рашистских оккупационных войск. За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла один удар по пункту управления войсками и 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники врага. Также три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии, а также аэроударных подразделений нанесли поражение три пункта управления войсками. Зенитно-ракетный комплекс 1, 9 районов огневой позиции артиллерии, 1 склад боеприпасов и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки составили в личном составе 520 оккупантов, в технике и вооружении в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 17 единиц, в артиллерийских системах 34 единицы, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 37 единиц, в автомобильной технике 32 единицы и 3 единицы специальной техники. Также я сюда отнес бы и потери в Воронежской области, упал Су-34, это фронтовой бомбардировщик, который способен нести ракеты малой дальности и иногда принимает участие, а также он переносит вот эти бомбы, планирующие бомбы. Так что он упал, разбился, к сожалению экипаж успел катапультироваться и вроде как говорят выжил, но тем не менее на минус 1 Су-34 очень хорошая как для нас новость, запишем его в свой актив. Далее в общем обстановка сложилась вот таким вот образом на всех оперативных направлениях и на линии фронта, но я бы еще к обстановке отнес тут, прежде чем перейти к военно-политической обстановке, я бы еще отнес такую ситуацию по сегодняшней ночи, мы тоже не отстаем от врага и проводим зеркальные действия, проводим. И бывает вот в Крыму, там очень неспокойно сегодня ночью было, вчера в Сачах сгорела нефтебаза, а сегодня ночью очень интересный произошел инцидент на аэродроме Чкаловская. Ну все знают этот аэродром, там проводится выставка аэрокосмическая, рашистская, ежегодная, там проводятся показательные выступления летчиков рашистских, вот и в принципе, в принципе она имеет, вот Чкаловская аэродром, там особый статус, скажу так, там дислоцируется авиационная дивизия особой важности. В чем ее важность? В том, что в составе этой дивизии находится эскадрилья самолетов, полетающих командных пунктов, так называемые самолеты судного дня. То есть это летающие командные пункты на случай масштабной войны или ядерной войны, с которых президент России управляет войсками, управляет страной и всем остальным. Так вот, неизвестные диверсанты, вот так характеризуют эту ситуацию, на аэродроме Чкаловский группа Следственного комитета России сегодня расследует диверсию, настоящую диверсию, в результате которой 18 сентября были существенно повреждены два самолета и один вертолет. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах. На аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые самолеты судного дня и специальные самолеты, самолеты-разведчики. Вот это дивизия особой важности авиационная. Так вот, в чем суть диверсии состояла? Никаких беспилотников, ничего. Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме. Ну, понимаете, да, какая стоянка, как она должна была охраняться. Самолеты Ан-148 и Ил-20. Кстати, Ил-20 является базовым самолетом для летающих командных пунктов. И он, кстати, был один Ил-20, сбили пригожинцы, когда шли маршем на Москву. И там погиб весь состав этого командного пункта, который находился в воздухе. Он имеет средства радиотехнической разведки и является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения. Оба относятся к 354-му авиаполку специального назначения. Вот это Ан-148 и Ил-20. А также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов в Московской области. Ну, повреждения в самолетах говорят о том, что, может быть, и с восстановлением будут большие проблемы. Довольно серьезные повреждения, плюс пожар. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, находящийся рядом с поврежденными самолетами на стоянке, получил незначительные повреждения. То есть, 4 летательных аппарата было повреждено. Кстати, хвостовая часть для вертолета это же самое главное. Там находится хвостовая балка, которая передает вращение на хвостовой винт. А без этого винта вертолет не взлетит. А еще предварительный осмотр места происшествия сотрудниками Следственного комитета РФ показал, что взрывчатка была заложена внутри летательных аппаратов. То есть, вот так вот взрыв практически внутренний. Вот такое вот интересное событие произошло на аэродроме Чкаловском. Ну и хочется еще... Кстати, об этом сообщает наше главное управление разведки. Вот об этом в сегодняшнем происшествии в Подмосковье, в Чкаловском. Но пока никакой связи об этом нет. Ну разведка просто она, видно, читает регулярно прессу. И что-то знает за счет агентуры. Поэтому они первыми об этом и сообщили. Хотя посмотрим, будут ли по этому поводу заявления официальных лиц представителей ГУРа нашего Министерства обороны. Также два слова надо обязательно сказать о нашей службе безопасности Украины, которая сегодня ведет тоже неравный бой, особенно своими силами специальных операций и центром специальных операций и подразделениями военной контрразведки. Причем операции идут как с этой стороны гранит линии фронта, так и в глубине оккупированной территории противника. И вот если смотреть за последние недели, допустим, даже брать просто сентябрь месяц, все подводят итоги. СБУ тоже немножко подвела итоги по своим спецоперациям. Это точные удары по Крыму с большим уроном врагу. На сегодняшний день, как отмечает глава службы Василий Малюк, что в России не осталось ни одной пропагандистской скрепы, которую бы не разрушила служба безопасности Украины. И вот сегодня оккупированный Крым для СБУ стал таким, я бы сказал, полем боя с нашими оккупантами, которые его оккупируют. И, как и было обещано, сезон хлопка на территории Крыма продолжается. Из ключевых операций, надо отметить, службы безопасности, это, ну, можно даже, наверное, давайте так скажем, сезон хлопка от СБУ-2023. То есть этого года. Это подорванный во второй раз Крымский мост, удачные атаки морских дронов по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте Адмирал Макаров, другие суда, в Керсенском проливе Танкер СИК, а также удары по Новороссийскому, по Новороссийскому и подрыв крупного десантного корабля Оленигорский Горняк. Он подрывался на территории, в территориальных водах Российской Федерации. Плюс уничтожение самого дорогого российского комплекса ПВО «Триумф», вот эта скрепа такая величезная, он стоит там больше миллиарда долларов, и Россия очень сильно надувала щеки и гордилась им. Плюс аэродром в Курске, где дроны Камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному самолету МиГ-29. Плюс база 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота в Крыму, расистов, очень хорошо, там большие потери в технике и вооружении. Ну и сюда бы я еще добавил, это самая свежая, правда это внутренняя операция, но тем не менее она связана с расистскими оккупантами. Служба безопасности обезвредила агентурную сеть расистских сотрудников ГРУ, которая действовала на одном из оборонных заводов Николаевщины. Вот такое вот, это такие, я крупными мазками список добрых дел нашей службы безопасности. Ну в принципе, звание украинского МОСАДа, я думаю, что служба вполне заслужила и оправдывает. И я так понимаю, что дальше вопрос хлопков, продолжение сезона хлопков 2023, как сказал глава службы Василий Малюк, оно будет продолжаться. Вот такие вот успехи или такое подведение итогов небольшое для СБУ мы с вами провели за летний осенний период. Ну осень уже как бы началась частично. А теперь мы можем два слова сказать по военно-политической обстановке. Ну вы знаете, что Рамштайн продолжается. Я не думаю, что нету пока такой итоговой коммунике или декларации общих итогов. Есть отдельные заявления из участников Рамштайна. Ну скорее всего я это связываю с тем, что завтра по плану там продолжается визит нашего президента. И я напомню, вчера было заседание Генеральной Ассамблеи ООН, выступал и наш президент, выступал президент Соединенных Штатов. Мы кстати об этом сейчас поговорим, я вам тезисно расскажу, о чем было сказано. Очень важную, особенно у президента США, он фактически вчера своим выступлением переформатировал и сформировал совсем другую повестку дня, которая предполагалась ранее на Генеральной Ассамблее ООН. Так вот, с Рамштайна мы пока слышим отдельные заявления. Скорее всего это связано с тем, что завтра будет встреча в Вашингтоне президентов Соединенных Штатов и Украины. И скорее всего прерогатива отдана президентам для объявления каких-то итогов переговоров. И они будут в первую очередь, естественно, они будут касаться военно-технической помощи Украине. Поэтому если какие-то ключевые решения и приняты сегодня на Рамштайне, в принципе Рамштайн это же уже как бы финализация вот той договоренности, которая идет в повседневной жизни в общениях между странами-партнерами. Мы подаем заявки, они их обговаривают, формируют поставки, и потом на Рамштайне встречается, финализирует это как документ, подписывает или голосует и разъезжается дальше работать, уже осуществлять поставки. Так вот, скорее всего пока президенты не объявят о каких-то ключевых решениях, если таковые будут, а мы надеемся очень на это. До тех пор Рамштайн будет, ну будет так, образно говоря, помалкивать, не чтобы не лезть, как кажут, попорядь батька в пекло. Поэтому есть отдельные высказывания, такие как вчера я говорил, и объявление Дании о предоставлении нам 45 танков, Германия заявила о военном пакете, кстати, сейчас я вам его оглашу, они расшифровали. Вчера был просто перечень, сегодня уже есть цифры. Вот, еще мы можем услышать такие же заявления. Вот, кстати, буквально перед началом записи видеоролика появилось сообщение, что Франция, оказывается, находится на фактически уже в шаге от принятия решений, чтобы нам дать Рафаэлы. Французские, французские самолеты. Так что, видите, то никто не мог решиться, а теперь уже все готовы давать. Шведы Гриппены, французы Рафаэлы, ну, может быть, еще и осталось только еще добрать Еврофайтеры, и тогда будет, наверное, полный набор у нас авиации. В принципе, это было предсказуемо, что так же, как с танками, так же, как с артиллерией, пока что мы воюем такой большой сборной солянкой, но впоследствии надо будет определяться с основными системами, потому что тянуть логистику такой разношерстной, разношерстного вооружения очень и очень тяжело, сложно и дорого. Вот так вот скажу даже. Так вот, Германия. Что же нам дает Германия в этом военном пакете, в новом пакете военной помощи? А Германия дает нам 30 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, далее 3800 дает дымовых снарядов, ДМ-125, и 105 120 миллиметровых, тут написано снарядов, но это имеется в виду, скорее всего, мины, потому что у нас 120 миллиметров, только минометы. 200 боевых броненаврованных машин МРАП, очень хорошие машины, хорошо себя зарекомендовали, живучие. Обеспечивает выживаемость, даже при подрыве на мини, обеспечивает выживаемость экипажа практически в большинстве случаев. 50 надводных беспилотников, 480 ракет АТ-2, системы разминирования, запчасти, зимняя одежда и генераторы. И Великобритания тоже вдогонку Германии сделала заявление, представитель министра обороны Великобритании, о том, что Великобритания предоставит еще десятки тысяч артиллерийских снарядов для нашей артиллерии, в том числе и для танков Челленджер. Так что вот такие вот заявления. Ну подождем, с завтрашнего дня, я думаю, после встречи президентов, уже и Рамштайн огласит итоговый документ по помощи Украине. Лой Достин сказал в двух словах, что упор будет делаться как на поставки тяжелого вооружения, боеприпасов и ПВО. Вот такой он, а в его выступлении я услышал три вот таких основных направления, которые будут рассматриваться, или которые лягут, скорее всего, в основу сегодняшнего 15-го Рамштайна. И вот речь президента Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Я тезис, и вот только на что президент обратил меня. Кстати, очень неплохая речь. На Россию возложена вся ответственность за развязание этой войны. И президент сказал, первое, сокращение ядерного вооружения не предотвратило войну, которая произошла в Украине. Украина, второе, Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал в мире, кстати, это правда. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения. Еще тогда, в 90-х годах. Россия заслуживает разоружения и сейчас. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Третье. Россия каждое десятилетие начинает новую войну. Четвертое. Мир неоднократно являлся свидетелем использования России энергии в качестве оружия. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Посмотрите, что они сделали с нашей Запорожской атомной электростанцией. Обстреливали ее, оккупировали ее и теперь шантажируют весь мир угрозой утечки радиации на этой станции. Это чистой воды терроризм, ядерный шантаж. Далее. Более 140 государств поддержали нашу формулу мира, украинскую формулу мира. Далее. Россия депортирует украинских детей на территории России, их учат ненавидеть Украину и разрывает связи с их семьями. Это безусловно геноцид. Это, кстати, сказано, на мой взгляд, в сторону Генеральной Ассамблеи ООН, потому что их комиссия геноцида пока в нашей войне не увидела. Вот такая у них позиция интересная. Далее. Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите у Пригожина, сказал президент Зеленский, можно ли доверять словам Путина. Ну да. Была информация, что Путин вроде как с Пригожиным договорился, а потом через полтора месяца, даже меньше, через две недели Пригожин погиб. Важные переговоры и консультации по имплементации формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джиде. И мы готовим всемирный саммит мира. Вот такие основные тезисы прозвучали в речи президента Зеленского. Но я думаю, что речь была согласована. Почему? Скорее всего, с нашими партнерами, в частности с Соединенными Штатами. Потому что, что очень понравилось, то что Джо Байден выступил абсолютно в унисон. И его речь была в основном про международную безопасность. Про то, что если Россия побеждает в этой войне, то ни одна страна в мире не может чувствовать себя в безопасности. Также он сказал, что надо усилить поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность. И что границы Украины, устав ООН, это самый, должен стать самым нерушимым документом. Также он заявил, что любые территориальные уступки со стороны Украины абсолютно неприемлемы. И подрывают международный правопорядок. То есть ставится прямая зависимость. И вот этой речью он, в принципе, переформатировал повестку дня от вопросов глобального потепления, изменений климата и так далее. И тому подобное. Вопрос безопасности. Сегодня страна с одним из самых больших ядерных арсеналов. Страна ведет масштабную войну на Европейском континенте. Самую масштабную со времен Второй мировой. И при этом использует ядерный шантаж, шантаж ядерных угроз. Причем по отношению даже больше не столько к Украине, а сколько к странам Запада. Коллективным странам Запада. А это значит практически ко всему. Миру. Потому что радиация будет гулять по всему земному шару. Если она вырвется наружу. Следующее. Надо отметить, что Чехия, опять же, из тех сообщений, которые приходят с полей саммита в Рамштайне. Чехия, Дания и Нидерланды договорились о военной помощи Украине. И они говорят, что это будут поставки, что они будут поставлять нам вооружение и технику. Финансирование будет со стороны Дании и Нидерландов. Чехия будет предоставлять нам при этом финансирование вооружения. Как новое, так и модернизированное, но более ранних выпусков. И первым пакетом помощи станет передача 15 модернизированных танков Т-72ЕА. Было понятно, что танки, хоть и советские, но они, естественно, прошли модернизацию и адаптированы к более-менее современным условиям введения войны. Вот такая вот. Также это будут поставки дополнительных гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств ПВО и РЭП, и боеприпасов от предприятий и оборонной промышленности этих стран. Вот такие вот новости тоже поступают. А из-за поребрика, наоборот, поступают новости, которые тоже, в принципе, говорят о том, что у нас есть успехи в борьбе с расистским агрессором. Рашидская Федерация начала использовать Заполярье в качестве аэродромов базирования стратегической авиации. То есть, аэродром советский, аж в городе Воркута. Там теперь разместилось несколько самолетов Ту-95. То есть, в Мурманской области они, видимо, не помещаются, видимо, аэродром не тянет размещение там Ту-95, которые они быстренько убрали из Энгельса. Они решили разместить часть авиапарков на аэродроме Советский. Это аж в Заполярье. В качестве примера база эта расположена в 2400 километров от границы Украины до аэродрома Советский. А до зоны пусков, если брать за основу Каспийское море, там они в основном проводят пуски своих ракет, туда нужно лететь три с половиной часа. Если осуществлять пуски. Кстати, уже 18 сентября, два дня назад, именно с этого аэродрома взлетали два самолета, два бомбардировщика, которые принимали участие в ракетной атаке по Украине. Ну и главная новость тоже, не буду говорить, что это, скажем так, главная новость этих суток прошедших, это то, что фактически специальная военная операция, которую начал вчера Азербайджан, или можно я бы его назвал 45-й день войны. Та война длилась 44 дня, да, и вот это 45-й день войны. Она сегодня фактически считается завершенной. Требование Азербайджана принято, так называемое в кавычках власти Карабаха. Согласились на полную капитуляцию, это вывод всех военных. Оказывается, есть там военные Армении, как оказалось. Плюс есть вооруженные отряды, которые якобы, ну, чтобы вы понимали, Карабах Армения сделала что-то вроде ЛНР-ДНР. Вот такой анклав они там сделали, у них там есть гауляйтеры, которых они там назначили, самопровозглашенные власти и так далее. Так вот у них якобы там какая-то своя армия. Вот эта армия полностью складывает оружие, расформировывается. Все, кто, естественно, будет проведена фильтрация, я даже в этом не сомневаюсь. Все, кто участвовал в боевых действиях, совершал военные преступления, потому что это незаконные вооруженные формирования, они будут привлечены к ответственности. А всех остальных и желающих покинуть территорию Карабаха будет предоставлен коридор властями Азербайджана для их переезда из Карабаха в Армению. Так что фактически контроль, а и, ну, естественно, выпроваживание оттуда расистских миротворцев, которые прятались, как написал один из зрителей, один из вас, зрители, вот, написал, что прятались в складках местности, именно в складках. Вот, ушли с позиции, чтобы не попасть под удары артиллерии беспилотников, они прятались там. Так что вот такая вот ситуация, такая новость. И, кстати, тут можно сделать очень интересный вывод. Вот именно об этом, о судьбе Карабаха, скорее всего, была главная тема переговоров Эрдогана и Путина. Не о Зерне, не об Украине, не о взаимоотношениях Турции и России, а именно о судьбе Карабаха. Именно поэтому, я так делаю вывод, что именно поэтому Эрдоган настаивал на личной встрече с Путиным. Вот, и потому что Россия молчит, высказала только глубокую обеспокоенность устами Пескова, и больше никакой реакции не произошло. Вот, так что, скорее всего, там был решался вопрос, потому как Турция, даже, Эрдоган даже поддержал Азербайджан с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он поддержал проведение специальной операции. И, кстати, вот такое успешное, ну, я бы сказал, завершение, наверное, уже даже встречал у некоторых политологов фразу, что многолетней войне наконец-то наступил конец. Будем надеяться, что восстановится там мир, восстановится конституционный строй Азербайджана на этих территориях, вот, с, будем так говорить, с этническими армянами, которые проживают, захотят остаться на этой территории и проживают там, и проживали там ранее. Но они все будут граждане Азербайджана. Вот, так я вот это хотел сказать к тому, что, надеюсь, что это положит основу, ведь, смотрите, наша формула мира основывается, первый пункт, это суверенитет и территориальная целостность. Полный вывод иностранных войск с территории Украины. То же самое и здесь произошло. Я думаю, что это может послужить примером для развязания вот этих территориальных конфликтов, которые затеяла, множественные, затеяла Рашистская Федерация на своих границах, начиная с момента развала Советского Союза. Это как пример для разрешения этих конфликтов. Где уходит Россия, там наступает стабильный мир. Где приходит Россия, там война, насилие, смерть и кровь. Вот такой вот сегодня будет военно-политический раздел, первый раздел нашего видео. На этом мы с вами его закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю, кто не подписан, подписаться на мой канал. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Если каждый день мы уничтожаем ориентировочно до 30 и более средств артиллерии, то каким образом у расшистов она еще есть? По последним данным у них сосредоточено около 3,5 тысяч единиц артиллерии, исходя из простых подсчетов. Уничтожая по 30 единиц в день, мы имеем около 900 единиц в месяц. Из этих цифр получается, что арты у них за последние несколько месяцев уже не должно было бы остаться. Буду очень признателен за ответ. Все очень просто. Начнем с того, что в боевом составе вооруженных сил РФИ до начала массированного вторжения насчитывалось где-то порядка 7-8 тысяч стволов артиллерии различных типов. На складах примерно находится столько же. Там оценивается 8-9 тысяч количество артиллерийских систем, находящихся на хранении различных типов. Что они, кстати, сегодня активно снимают с хранения. Поэтому вот отсюда и количество артиллерии. Несмотря на то, что мы уничтожаем такими темпами артиллерию, это уже в течение 4 месяцев, тем не менее они постоянно везут. И мы, кстати, обратите внимание, я говорил вам об этом недавно, что благодаря вот такому массовой охоте за артиллерии, мы их пересаживаем, фактически пересаживаем с самоходной артиллерии на прицепную, что делает расширскую артиллерию более уязвимой, менее защищенной и менее маневренной на поле боя. И нам облегчает задачу по ее уничтожению. Потому что буксируем артиллерию, уничтожать намного легче, чем самоходную. А самоходок становится все меньше и меньше. Но тем не менее они, вот видите, стянут, снимают. Кстати, недавно, где-то месяца два назад было сведение о том, что 120 единиц они сняли 203-мм самоходных галбиц 2,7 пион. Вот. И даже была информация, по-моему, где-то месяц назад о том, что они хотят снять с хранения Б-4М. Это М-46, извините, М-46, 130-мм пушку, потому что она дальнобойная. У нее там 30, по-моему, с чем-то километров дальность стрельбы. Вот. Это довольно редкая система, но, видимо, снарядов к ней достаточно. Уже Советский Союз там по 10-12 боекомплектов на каждый ствол закладывал. А в стратегических резервах могло лежать в Советском Союзе до 24. Я читал самая большая цифра. БК на каждый артиллерийский ствол закладывал Советский Союз в стратегические запасы. Так что М-46 еще в боях особо не участвовала, но такие разговоры, во всяком случае, такая информация проскакивала, что они могут попытаться снять ее с хранения для пополнения артиллерии. Вот откуда у них такое количество артиллерии. Прошу ответить на вопрос, почему сведения с передовой нам представляют британская разведка, разведка США и их газеты? А что у нас нет своих источников информации, или нашим верить нельзя, или американцам виднее, они знают лучше. Смотрите, дело в том, что, ну во-первых, наш генеральный штаб, давайте начнем с этого, наш генеральный штаб избрал методику, ну будем так говорить, малого объема информации. Чтобы сказать корректно, скажу так, малого объема информации. И нам, наш генеральный штаб сообщает уже об успехах, которые гарантированно зафиксированы. Вот так. А западные средства, да, они мониторят. Во-первых, мы обмениваемся, разведывательная информация, они прекрасно знают. У нас, если вы помните, в документе, который мы подписали, когда нас сделали партнером НАТО с расширенными возможностями, там один из первых пунктов этого партнерства гласит об обмене информации, разведывательной информации, имеется ввиду. Вот. И, соответственно, и НАТО обменивается информацией, они знают о ходе боевых действий. И западные разведки отдельно, такие, допустим, монстры, вот вы говорите, Великобритания, США, да. Давайте вспомним, Великобритания, МИС-6, огроменная разведка, сколько ей лет уже, очень много, правда. ЦРУ, огроменная разведка, сколько лет, тоже очень много. Как вы думаете, у них есть агентурные сети в РФ и в Украине? Конечно, есть. Они знают, плюс они же еще наблюдают с высоты космического полета за всеми этими действиями, плюс агентура, плюс остальное. Вот. Но у нас, видите, наш Генеральный штаб ведет независимую линию, он сообщает нам то, что считает нужным сообщить, а они сообщают то, что считают тоже нужным, но по согласованию, насколько я понимаю, с нашим военным руководством, чтобы не навредить и не раскрывать преждевременно какие-то военные задумы, секреты, тайны и так далее. Так что, если мы читаем, допустим, американский институт изучения войны, который говорит нам, что здесь был успех, здесь был неуспех, или там еще что-то, какие-то прогнозы делает, то, с одной стороны, они никакой военной тайны не открывают. Они делают какие-то свои аналитические выводы на основе той информации, которая у них есть. И она может соответствовать действительности, а может не соответствовать. Это разведка. Хотите, верьте, хотите, нет. А наш Генштаб дает четко проверенную и уже устоявшуюся и гарантированную информацию. Поэтому она, конечно же, опаздывает. Я же вам приводил пример Клещевка и Андреевка. Третий день продолжаются контратаки. Третий день они бьются головой о стену, но пытаются бетонную стену лбами пробить. Безуспешно, но все равно продолжают. Поэтому с информацией вот такая вот ситуация. Как вы полагаете, играет ли объективно на руку РФ и нынешнее резкое обострение военной ситуации в Нагорном Карабахе? Михаил из Подмосковья. Нет, не играет нам на руку. Почему? Потому что, видите, операция оказалась очень хорошо подготовленной, продуманной со стороны вооруженных сил Азербайджана. И практически молниеносной сутки, ну они нанесли, я так понимаю, вчера в эти сутки артиллерия беспилотники работали не покладая рук. И практически, наверное, основные цели и системы управления войсками и системы противовоздушной обороны были просто выбиты. Полностью уничтожены. Дальше операция по зачистке входа войск и зачистке территории, разоружению банформирований. Кто оказывает сопротивление того на уничтожение, кто сдается, тот дальше проходит инфильтрацию и определяется их дальнейшая судьба. Разоружается. Так что никак не повлияло. Второго фронта никакого нет. И плюс Эрефия, вы же видите, как повела себя Эрефия, она сделала шаг в сторону. Ну я уже сказал, в военно-политическом блоке, можете прослушать еще раз. Мой вывод, что Путин просто договорился с Эрдоганом и, ну говоря простым человеческим языком, понятным всем, слил Нагорный Карабах и не стал вмешиваться в дела Армении и Азербайджана. Сделал шаг в сторону. Как это повлияет на его политическую составляющую, ну на это посмотрим. Думаю, что здесь повлияет очень отрицательно. Очень. Надеялся ли Путин, что там Армения пойдет в наступление и начнет масштабную войну? Вполне возможно. Вполне возможно. Россия рассчитывала, что Кавказ полыхнет и начнется вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. И тогда можно втянуть в войну еще ДКБ. И таким образом отвлечь внимание от войны в Украине. Но надо отдать должное. Николай Пашинян, на мой взгляд, сделал правильное политическое решение. Что сказал, что Армения не будет, там нет войск Армении на территории Карабаха. И Армения не будет вмешиваться в... Это же территория Азербайджана. Все же признают, что это Азербайджан. Поэтому это внутреннее дело Азербайджана. И они очень мудро поступили, что они вмешались в эту военную операцию. Так что вот примерно такая ситуация с Путиным. И я думаю, что влияние на наш фронт она не окажет. Но как пример, политический пример урегулирования конфликта, вывод иностранных войск с чужой территории, вполне может нам заслужить хорошую службу. Если каждый день мы уничтожаем... Ах так, стоп, повтор. Привет из Филадельфии, слава Украине. Пытание. А что, с вашей думки, больше 300 тонн гуманитарки роблять на складах? А не распределяется по потребам регионов? Дякую. А почему вы думаете, что 300 тонн это довольно большой объем? Нет. Это 7 фур всего-навсего. 40 тонн берет фура сегодня. Вот считайте, мог прийти конвой из 7, 8 или 10 автомобилей. Кстати, я встречал информацию, что некоторые связывают эту гуманитарную помощь вроде бы как с Ватиканом, точнее с Папой Римским. Вполне возможно, что это был перевалочный склад, откуда гуманитарка распределялась по всей территории Украины. Может быть. Тут трудно сказать. А может быть, да, может быть кто-то придержал 300 тонн. Ну, как бы не зная ситуации, трудно давать оценку, почему 300 тонн лежало на складе. Скажи, ну, мое мнение, что 300 тонн не такой большой объем для склада, который в приграничном городе расположен. Львов недалеко граница. И во Львове основная перевалочная база распределения, в том числе и гуманитарных грузов. А почему не говорите об американском ревизоре, который приехал инспектировать Министерство обороны и помощь Америке? Ну, да, у нас создается, она будет при посольстве, при посольстве Соединенных Штатов в Украине, будет создана постоянно действующая аудиторская группа, во главе с ревизором, не помню ее фамилию. Но она, кстати, она миллиардер, кстати, эта женщина. Ее семья владеет сетью гостиниц Хаят. Вот. Ну, жить она, ну, может она даже там и будет жить. Она очень, она этническая украинка. И она очень хорошо, как бы, разбирается в финансах. Там несколько образований, и она была аудитором войны в Персидском заливе. Так что она знает, что она делает, куда она приехала и для чего. Но она будет работать не по Министерству обороны. Она будет работать по Министерству финансов, я так понимаю, и нашему Национальному банку. Потому что через эти именно институции идет финансирование, финансовая помощь, в частности, от Соединенных Штатов. И мне так кажется, что полномочия будут распространяться на любую западную помощь, которая будет входить в нашу финансовую систему. Вливаться, точнее, ну, про деньги принято так говорить. Так что вот такая, да, действительно будет создана такая группа, аудиторская группа, которая будет отслеживать эти движения, этих денежных средств. Вот, очень интересный вопрос, давайте сейчас займемся арифметикой. Олег, хотелось бы от вас услышать ответ по потерям расшистов. Из официальной сводки звучит цифра 270 тысяч потерь, это убит. Так, а тогда в начале наступала группировка в 200 тысяч, плюс они мобилизовали 350 тысяч. При этом, известно, на данный момент на территории страны находится 450 тысяч. Выходит, что Раша уже мобилизовала миллион, если не считать потерь раненых. Можете пояснить все эти цифры? Спасибо. Да, конечно. Смотрите, все, ну, во-первых, 200 много, по разным оценкам вам было 150-175 тысяч. Ну, хорошо, даже если мы возьмем 200 тысяч, пусть атаковала нас 24 февраля 2022 года. Прибавляем 350 тысяч мобилизаций, которую набрали в прошлом году осенью, ровно год назад начали набирать. Это 550 тысяч. Минус потери 270 тысяч. Получается, сколько у нас получается? Так, 200, точнее 300 минус 20, 280 тысяч. И добавляем сюда примерно 20 тысяч, ну, там плюс-минус в месяц выдают военкоматы РФ и на сегодняшний день для пополнения потерь. То есть, как выяснилось, когда сели посчитали, как выяснилось, вот эти заявления там некоторых расистских пропагандистов и политиков, что вот у нас 200 тысяч резерва, но 200 тысяч они набрали, но только не резерва. Они все через резерв прошли, но они уже в войсках. То есть, с 1 января, после окончания волны мобилизации, с 1 января по сегодняшний день, за 9 месяцев текущей войны, где-то они набрали еще 180 тысяч. Ну, 180-200 будем, давайте берем. Так вот, 280, которые мы насчитали, плюс там 180 тысяч, которые набрали военкоматы, вот вам и получается 450 тысяч сегодня на территорию Украины. Так что все понятно. 200 тысяч вторгалось, 350 тысяч набрали по мобилизации, по волне мобилизации. И порядка 200 тысяч набрали по постоянной мобилизации, или текущей мобилизации, по месячной, по 20 там с чем-то тысяч в месяц. И отсюда отнимите 270 тысяч потерь. Вы получите цифру где-то приблизительно 450-470 тысяч находятся на территории Украины. Да, это, кстати, если, раненых мы не берем, потому что, ну, они как бы в этих цифрах тут в составе. Следующий вопрос. Вы рассказывали, что торпеды важкие и большие для морских дронов. Но если их подвешивать до днища, как до летака, чипляют ракеты или бомбы, в воде вага значительно меньше. И габариты не так критично важны. Ну, во-первых, должен быть катер, торпеда это не одна тонна веса, это раз. Второе, маневренность этого катера с подвешенной в воде торпедой резко падает, соответственно, его уязвимость растет. Но я вас обрадую в том плане, что, опять же, возвращаемся к нашей службе безопасности Украины и их департаменту разработки и производства морских дронов. Именно морских, они подчеркивают. Департамент, который создал Василий Малюк, глава службы, и курирует его работу. Так вот, они сейчас работают, уже, кстати, есть в сети видеоролики, там презентации первых экспериментальных моделей, мы сделаем умную торпеду. Так что будет подводный дрон. И торпеды, которые у нас там есть, если они есть на складах, они не пропадут. Была бы торпеда, а мозги мы ей вставим. Есть у нас такие специалисты. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время, возможно, та же служба безопасности порадует нас какой-нибудь очередной специальной операцией с применением подводных дронов. Так что, вот так вот на сегодняшний день. Ну что ж, мы сегодня тоже, наверное, на этом вопросную часть закончим. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствую и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет звучать следующий. Привет из Германии, слава Украине, украинцы, немцы и весь цивилизованный мир с вами. Олег, на самом деле, мнение, что Москва и Санкт-Петербург купаются в «роскоши», в кавычках, глубоко ошибочно. В обеих российских столицах на самом деле наблюдаются очень сильные социальные контрасты. Разумеется, не в такой степени, как на периферии, хотя бы, например, в нашей области. Ну, тут приводится, пишут, я так понимаю, из Подмосковья. В Яреване начались сутики между полицией и протестовальниками, которые пришли под посольство России в связи с восстановлением боевых действий в Нагирном Карабахе. Мы так разумеем, воевать средь вермен, божающих немае, але божане на быту морду россиянам е. Успехи вам. Ну, я вам скажу, что, насколько я понял по информации, то не хватает у оппозиции сил для раскачки ситуации на госпереворот, как они там призывали. Я бы на месте Пашиняна объявил бы запись добровольцев на войну прямо вот там, в этих протестных митингах. Привел бы туда сотрудника военкомата и пошел бы по рядам записывать добровольцев на войну. Вот тогда бы протест, на мой взгляд, сразу бы, наверное, и прекратился. Это обычная российская тактика. Покупной иностранец пишет подобную статью в западной прессе. ria.ru потом ее перепечатывает. Потом все российские издания также распространяют эту новость, ссылаясь на то же риановости агентство. А потом через месяц маленькой колонкой выходит извинение автора за распространение недостоверной информации. Но главное, что шум уже поднят. У кого-то уже сформировалось свое определенное мнение после этой статьи. Кто-то должен, даже, кто-то может, даже предпринял что-то. В этом и весь смысл подобных публикаций. Да, вы абсолютно правы. Рашизм равен фашизму. Кто не согласен, все вопросы к Википедии. Кстати, Википедия просто изложила мнение многих уже общественных организаций. И политических в том числе. Судя по количеству комментариев от кремлеботов, ваш канал не дает им покоя. Про Нью-Йорк Таймс сегодня кремлеботы вовсю цитировали статью. Как будто читали на английском. Так сохраняется ли в настоящее время деление Украины в военном отношении на военные округа? Нет. У нас давно мы отказались. Когда началась более-менее украинизация вооруженных сил Украины. То есть переход на национальные рельсы. Тогда и был отказ. Были ликвидированы все три округа. Прикорпатский, Киевский, Одесский. И были созданы оперативные командования. Которые существуют и сейчас. Их четыре. Север, Юг, Запад, Восток. Четыре оперативных команды. Я тоже часто думал о том, как получилось, что деморализованные, в кавычках, не мотивированные, в кавычках, российские солдаты отчаянно сопротивляются или нападают. В итоге я пришел к выводу, что в украинской прессе идет более-менее недооценка врага. Это надо менять. А основная мотивация оккупационных российских войск в Украине является их желание выжить. То есть российский солдат попал в войну и теперь воюет, чтобы не умереть. А это уже очень сильная мотивация. Да, мы знаем об этом и ее тоже учитываем. Спасибо большое. Азербайджан восстановит полный контроль над Карабахом. Желаю вам тоже вернуть все земли Украины. Спасибо. Надо же, считалось, что самым опасным транспортом в прошлом году был российский танк. А в этом году стала гаубица. Вот не знаю, какая работа на войне самая трудная. Копание траншеи в чужой земле или таскание по ней снарядов. Что там делает гуманитарка? Аж 300 тонн. Почему ее не доставили по месту требования? Что-то наводчиков много. Весь мир собирает, люди отказывают себе во многом, чтобы помощь нуждающихся в Украине, а там не могут сохранить и доставить жизненно важный товар до получателя. Явная диверсия. Скоро откажутся помогать при такой нерасторопности и халатности. Почему нерасторопность и халатность? Посмотрите, это с точки зрения складских помещений. Кто знал, что там гуманитарка? Или позвонили в Москву и сказали, там гуманитарка, дайте шахеды. А если бы эти шахеды сбили, они не поразили этот склад, мы бы с вами не узнали об этой факте. Поэтому тут я не думаю, что это... То, что навели на складские помещения, это не говорит о том, что целенаправленно хотели уничтожить именно гуманитарный груз. Хотели уничтожить, скорее всего, военные поставки. Уволенным замом министра обороны вручить повестки, чем они лучше других граждан Украины. Посмотрим, может так и произойдет. Доброго вечера, пан Олежа. Як говорится, собаки гавкают, а караваны дэ. Это еще раз подтверждает, что наши поведомления про успехи наших защитников все больше створяют панику у расистов. Они привыкли брехню принимать за реальность. Поэтому не понимают, что даже небольшие делянки звильной территории есть победой для нас. Нет никакого суверенитета в Рашистской Федерации. Только для депутатов, олигархов, их детей и чинуш со всеми отпрысками. За что нам сражаться? За 17 тысяч рублей среднего класса, за повышение пенсионного возраста, за нищенскую пенсию, за оптимизацию здравоохранения и образования, за ипотеки, за завоз мигрантов, кошмарящих наш народ, за импортозамещение населения африканцами, за подаренные земли Китаю, за Всемирную Организацию Здоровья, за ВТО, за банкиров Украина не нападала. От кого защищать суверенитет, которого нет? Хороший такой комментарий со стороны России. Стосовно статейки, стосовно яка ракета, звідки, чия, розбереться слідство. Достатньо згадати 14-й рік за Боїнг. Скільки було таких же експертів, а слідство собі йшло і розібралося. Для тих, хто, а почему не показали обломки, обстріли України відбуваються щоденно, з різною зброєю. Всі обломки показувати. Всі обломки показувати, так тоді треба те і робити, що показувати їх 24 на 7. Тепер стосовно статейки у газеті. Перше, чисто випадкова стаття виходить в день проведення засідання ООН, на якому присутній Зеленський. Друге, неназвані експерти. От серйозно, експерти, які дійсно розбираються в певних питаннях, не будуть приходити своє ім'я. Третє, тепер стосовно версії Бука і її ракети. Чомусь Шерлоки в лапках, журналюги, які типу шарилися по полях, які по слідах на полі визначили, що там стояла важка техніка, а саме Бук, взагалі промовчали про такий нюанс, що ракета з Бука, земля-повітря, так по чому ж тоді стріляли з Бука? Ну і тепер ще одна суперечлива інфа в статті. Від Дружківки до Константинівки приблизно 15 кілометрів. Ця ракета туди прилетіть за секунди, зважаючи на її характеристики. Але в статті пишуть, що ракета летіла декілька хвилин. Декілька хвилин летіла 15 кілометрів. Четверте, дослідивши телеграм-канали, дійшли висновку. Дослідивши статтю, дійшла висновку, що досліджували телеграм-канали, створені рашистами та колаборантами, які виїхали з України і чомусь проживають в загниваючій Європі, а не в процвітаючій рашці. Це ще не було, ще не будемо забувати закони фізики, а також те, що люди подивилися в ту сторону, значить звідти прилетіло. Звуки в просторі іскажаються, і про це прекрасно знають люди з прифронтових міст, і не тільки. Довольно, мені кажуть, чітке і понятне роз'яснення з тими ляпасами, які заложені в цій стадії в Нью-Йорк Таймс про ракету Бук. Дякую за підтримку Азербайджана. Тільки ви і ще один канал правильно висказали, що Азербайджан воюєт і освобождає свої території, скорейшого міра України. І нам хочеться, щоб обе сторони прийшли к правильному рішенню і жили мирно. Привіт із Баку! Вечер добрий! Об'ясніте, пожалуйста, що требують люди, вийшли на вулиці Армії. Ви многих источниках разная інформація. По крайней мере, объясните, як ви видите сложившіся обстоятельства. Спасибо! Вмешаться в антитеррористическую операцию в Карабахі. Вони там кричат, Арцах, це типо, ну, як ДНР, ЛНР, я вам объяснял. Це вам комментарий написали. В этом і ответ. Вони требують, щоб Пашинян отдав приказ, щоб війська Армії напали на Азербайджан. І пошли защищати Нагорний Карабах. Вот що вони требують. Але що-то я не вижу там очередей військомат записатися добровольцями на цю війну. Тому вони там... Ну, а ще вони считають, якщо не йти воювати, то вони считають, що Пашинян предатель. І він предатель, по їх словам, і так, і так. Що, якщо війде на війну, то здав Нагорний Карабах і тепер треба воювати. І якщо не пойдет на війну, то тем більше предатель не хоче воювати за Нагорний Карабах. Вот що вони требують на митингах. Всю Россию охватил сифилис патриотизма. Олександр Іванович Герцин. Русский публицист, революціонер, писатель, педагог, философ. Ну да, такі выраження у Герцина не істрічав. Моленіоносна операція. Спешить людей смешить. Росія поспешила Київ за три дня і весь мир рассмешила. Не думаю, що танки Т-72 могли поставляться в Данію. Скорей всього, це танки, полученні Данію спеціально для передачи Україні у якій-то країни в обмен на датську военну техніку. Наскільки я зрозумів із сьогоднішних сообщеньів з Рамштайна, це чешські танки. У Чехії, да, 72 киновооруження, вони їх модернизували. І просто Данію і Нідерланди будуть оплачувати ці поставки. Т.е. вони вкупають у Чехії для України ці Т-72. Ну що ж, на цьому ми с вами сьогоднішній обзор по оперативній обстановці за прошедші сутки закончимо. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, що ви досмотрели до цього момента. Як обычно, приглашаю підписатися на мій канал, ті, хто ще не підписан. І поставити лайк цьому відео теми, хто смотрит його, для того, щоб його могли побачити як можна більше людей. Отдельні слава благодарності тим, хто допомагає моєму каналу і спонсорам моєго канала. Ну а ми з вами традиційно продовжуємо вірити у силу оборони України. Перемога наша! Слава Україні!